И тем более, им было странно, что они убивали друг друга. Судя по положению тела и всему, что произошло, было похоже, что они убивали друг друга. Ну, не было же ни интернета, ничего там. Это спустя месяца все узналось, в подробностях уже узналось. Оказывается, остатки с позором бежали, на них напал панический страх. Им стало так страшно вдруг, ни с того, ни с сего, оставшимся. Им показалось там, знаете, у страха глаза велики. Им показалось, там огромная армия чехов идет на них. Какая там огромная армия, во-первых. Во-вторых, никаких чехов там и в помине не было еще. Но они с позором бежали, бросили все повозки, амуницию, все побросали и с позором бежали вообще. И когда пришли чехи, они ужаснулись этой картиной. Несколько дней они лишь разгребали это поле сражения, хоронили умерших и собирали всю амуницию, вооружение. Европа, объединенная под властью безбожного Папа Римского, тогдашнего Антихриста, по сути, не желая того, вооружила всю Европу, всю Чехию вот этим оружием. И повозок. Километровые эти стояли, ряды этих повозок. Почему? Потому что они, эти повозки предназначались для грабежа, массового грабежа. Потому что они предполагали, что каждый из этих рыцарей с собой привезет с Чехии там много добра всякого, знаете ли. Вот. Огромное количество этих повозок. Кстати, Иоанну Жишке Бог дал смекалку, он дал ему возможность таборы сделать такие, знаете ли, вот такие вот как раз защитные такие, передвижные крепости такие впоследствии. Кстати, эту тактику впоследствии чешские переселенцы использовали и потом уже, как говорится, в индейско-ковбойских этих, значит, войнах. Потому что белым переселенцам в новом свете приходилось порой выживать очень тяжело. Окружение, как правило, было варварское и враждебное. Вот, значит, и чтобы выжить им приходилось вот тоже повозки ставить так в круг и отстреливаться, защищаться. То есть, тактика Иоанной Жишке, она помогла и в новом свете впоследствии. Вот так вот. Вот, но интересно, что Иоанну Жишке потом присвоили как бы такую, как, личку, что ли, как непобедимый генерал. Но сам он, сам Иоанна Жишке, к чести этого генерала, он всю славу воздавал Богу всемогущему. И он говорил, что не мне, не нам, а имени Господу вся слава и хвала. И на памятнике у него написано, Иоанна Жишке, что чешский воин непобедим, он писал, его цитата известная. Когда у него два меча. Первый меч это его физический меч, к которому он сражается, второй меч это Божье слово. И вот два меча. Кстати, эти два меча действительно стали знаком таким пробуждений и реформации в Чехии тогдашней. 20 лет продолжались эти противостояния. Но первое, вот то, что я рассказал, да, с чего началось, первая волна крестового похода против Чехии, она захлебнулась в самом начале. Ни один Чех не погиб, вся армия фактически полегла. Кстати, вот эти, значит, горе, вот эти вот крестоносцы, которые хотели убить и грабить Чехию, разбежавшиеся потом, оставшиеся, разбежавшиеся по Европе, и они там слухи потом пустили всякие, что вот, мол, и Папа Римский туда же, значит, наговорил там всякую чушь, что вот, мол, чехи навели порчу на нашу доблестную католическую армию, мол, туда-сюда, значит, мол, они с дьяволом, с чертом там связались, все эти чехи. Вот, и по Европе специально такие слухи пускали, вот, чехи, мол, они там с чертями общаются, они с бесами общаются, значит, и порчу наводят на нашу католическую армию. На самом деле, это попытка с больной головы на здоровую переложить все, абсолютно. Потому что чехи молились ни чертям, ни дьяволу, никому, они молились Отцу Небесному во имя Иисуса Христа. И они постились с надеждой на Иисуса, потому что больше не на кого было им уповать. Абсолютно все. Чехия вся подвергалась бы закланию, и людей и животных всех под нож пустили бы. Абсолютно. А от Чехии ничего не осталось бы. Мы бы сейчас не знали, что такое Чехия вообще. Потом читали бы в учебниках по истории, что да, был когда-то чешский народ, чешский язык, чешская культура, но, как бы вот, в те времена она исчезла, эта чешская земля. Вот так вот. Она была бы заселена немцами или кем-то еще была бы заселена. Вот так вот. Представляете? А Бог вмешался в ход мировой истории. И когда люди взывают к Нему, когда люди смиряются, постятся и молятся, Бог не только нас исцеляет, освобождает, прощает наши беззакония, Он исцеляет нашу землю. Он вмешивается в ход мировой истории. Книга Пурим об этом очень подробно, книга Эсфири, рассказывая Пуриме, об этом очень так ярко рассказывает. Слава Богу. И вот сегодняшняя история это тоже рассказывает. Кстати, послушайте, кто сейчас на связи, там Милана, кто еще на связи. Послушайте, потрясающая история есть еще про певцов, про певчих. Вторая волна крестового похода против Чехии. Собрали снова армию, но уже меньшую гораздо, но все равно по сравнению с чешской армией, она была большая в несколько раз. Вот. Но уже меньше. Но по составу это были профессиональные головорезы, профессиональные наемники, которые за деньги готовы были убивать кого угодно, кого скажут вообще. Вот так вот. Мать родную бьют, глазу не мормут. Вот такие были товарищи собранные. Вот. И Папа Римский, понимая, что генералы могут опять, им там шлей под хвост попадет, и опять будут биться друг с другом эти товарищи. И поэтому для контроля за ними он послал своих легатов, своих представителей Папы Римский. Заявил, что теперь генералы будут заниматься только военной стратегией, а общим планом, общим всем фронтом будут руководить теперь мои легаты, мои представители. То есть, глаз Папы Римского будет, как бы там. Вот так вот. Чтобы они там не переругались, не передрались. Но произошло чудо. Певческое чудо. Прославление чудо. Это для прославителей вообще, это история потрясающая. Я, кстати, иногда провожу семинары. Может быть, даже, кстати, вот хорошо было бы, может, даже и в Харькове провести такой семинар. Именно история прославления, поклонения Богу, начиная с еврейских традиций, языческих разных традиций, культур, восхваления Господа Бога. И вот их история музыки. Именно история реформации в музыке. В частности, вот эти немецкие хоралы знаменитые. Мартин Лютер обычно вспоминают как реформатора, теологического реформатора, идеологического реформатора, национального реформатора. Но мало кто вспоминает сегодня, что он был реформатором в музыке, реформатором в музыкальной культуре. Его знаменитые немецкие хоралы, это действительно была, ну, как сейчас говорят, бомба. Просто, потому что даже враги реформации в того времени признавали, что во многом, благодаря именно этим хоралам, этим песнопениям, на мотивы народных старых немецких песен, песни, говорящие о Боге, о Христе, о Духе Святом, они распространялись просто с небывалой силой. И даже враги признавали реформацию, контрреформаторы признавались, что во многом идеи Лютера, идеи реформации в Германии, в частности, и по северу Европы распространялись благодаря этим хоралам, благодаря этим пениям, благодаря этим песнопениям. Лютер написал огромное количество разных гимнов, церковных гимнов, которые исполнялись на немецкий музыкальный манер, национальный, культурный. Люди были в шоке. Как? Можно и так петь, как мы обычно поем в кабаках, в пивнушках, или дома у себя поем, оказывается, можно и в храме так петь. И люди просто, даже зеваки потянулись в храмы, и им было интересно, это была реформация огромнейшая. Но я сейчас не о том. Кстати, когда Советский Союз рушился, помните, да, первая страна, которая вышла-то, и вышла бескровно совершенно, Эстония. Благословенная страна, которая переживала огромнейшее пробуждение, еще в составе, находясь Советского Союза, кто помнит, да, Таллиннское пробуждение, 70-е годы. До 1980 года, до Олимпиады Московской, 80-го года, Эстония переживала огромнейшее духовное пробуждение. Я часто молюсь за Эстонию, за эстонский народ, за духовное пробуждение при Балтике. Вот, хотя в Таллине я проповедовал лишь раз, но был в той церкви Ольвиста, где было духовное это пробуждение 70-х годов. Огромнейшее пробуждение. И эстонский народ тоже любит очень пение, песнопение, хвалу любит Господу. Вот, и когда рушился Союз, он еще не пал, но как бы уже расшатым был этот Союз, и уже было понятно, что Наладан дышит, как говорится, уже скоро-скоро. Это безбожная махина, она рухнет уже. Вот, и первой вышла Эстония. И туда танки ввели, технику, солдат, каратели, и думали уже, сейчас прольется кровь, и очень серьезно прольется кровь. Но знаете, что сделал народ эстонский? Это потрясающий пример вообще в нашей истории, современной истории. Эстонский народ массово, в большей своей части, и даже и русские многие, проживавшие там в Эстонии, многие тоже поддержали эту инициативу. Вот, эстонский народ выходил массово на улицы, и они с утра до вечера пели, пели и пели, пели хорами, огромными хорами, пели малыми группами. На улицах, площадях, в селах, в городах, в самом Таллине, в Таллине на каждом углу, на каждом перекрестке стояли группы эти и пели, пели, пели национальные гимны, пели национальные песни, пели христианские гимны. И рядом танки лязгали, рядом маршировали солдаты, каратели советские, которые уже смотрели как на врагов, высчитывая, кого будем убивать первым. Но знаете ли самое интересное? Советский Союз сдался, и Эстония вышла, это называют певческой революцией, революция пения, потрясающая история вообще. Об этом снято, на русском очень мало материалов, к сожалению, вот на эстонском сняты фильмы об этом, документальные есть фильмы, вот того времени, именно певческой революции. И вот в Чехии нечто подобное произошло тогда при Яне Гусе, о, уже, извиняюсь, после Яна Гуса, после его, да, после, во времена Яны Жижки уже, Яны Жижки. Первая волна крестового похода, я вот рассказывал, да, она захлебнулась вот таким сверхъестественным образом. Вторая волна пошла, она не менее сверхъестественна была остановлена. Может, не так эффектно и малой кровью совершенно, но она была величественно остановлена Духом Божьим. Вот, каким образом? Представьте, на берегу реки, на одном берегу была чешская армия, ее было в разы меньше. Вот, на другом берегу привал свой, или как бы лагерь свой разбила католическая армия. Вот этого безбожного Папы Римского, собрана с Европы, опять-таки, наемники, головорезы, профессиональные солдаты, убийцы, вот, которые всю жизнь только лишь убивали. Только за, значит, деньги. Вот, и этой армии католической было в несколько раз больше. И, но все равно, они почему-то не переходили реку и выжидали что-то. А что их останавливало? До сих пор непонятно что. Но я знаю, что даже не, скорее, не что, а кто Бог всемогущий. Потому что чешская армия, понимая, что естественным образом им не победить, они взывали к сверхъестественному Богу Святому. И они пели с утра до вечера, и ночью, и днем. Кстати, ночные пения. Пели, пели и пели. Постоянно, без передыху. Два-четыре часа в сутки. Пение. Один хор уходил, другой приходил. И вся армия пела. В основном пели тексты из Писания. Пели псалмы Давидовы. Потому что специальных, особенных гимнов у них и не было тогда, в то время еще. Некоторые песни они пели те, которые Янгус еще набросал. Но чаще всего это были тексты из Писаний. Молитвы Павлова, молитвы из Нового Завета, молитвы из Ветхого Завета. На чешском языке они это пели. И знаете ли, что произошло дальше? Через несколько дней вот этих пений, это певческое противостояние. Говорят, что психологически это очень сильно давило католиков. Они стали изнемогать. Они стали паниковать. И по малу началось у них дезертирство. Знаете ли, они поняли, многие наемники эти, которые пришли убивать за деньги, но они поняли, что жареным запахло. Что победа в этот раз будет опять за ними, за чехами. Не за нами, не за католиками. И они стали дезертировать отрядами малыми, потом большими отрядами. И напрасно Папа Римский через своих этих легатов пытался остановить эти армии. Значит, с каждым днем все меньше и меньше их становилось. Убегали солдаты и офицеры. Потом и генерала плюнули и ушли. Значит, и легаты напрасно их пытались остановить. Но дело в том, что на армию напал сверхъестественный страх. Знаете, как порой говорят против крыс, против чего-то еще, там есть такая свистулька или что-то еще, которая панику у них создает. Действует так, что они метутся сразу, убегают. Вот у Бога в Библии описывается тоже такое сверхъестественное оружие, которое просто делает действительно врага трусливым, пораженным. А Дух Святой действует на врагов наших как страхом таким. Знаете, вот в них вызывает страх, панику и желание убежать, скрыться. А в сердцах верных Дух Божий производит работу, делая их героями. Знаете, делая их победителями. Дух победы в них. А во врагах производят дух поражения. Вот удивительные истории. Есть и в Ветхом, и в Новом Завете примеры. Вот удивительного действия, деяния Духа Святого. Но, и также подобное есть деяние в истории христианства. И подобных, пуримных таких примеров могу назвать множество. В лекциях своих, в семинарах по истории христианства я об этом рассказываю более подробно, конечно. Но сейчас уже, как говорится, пора честь знать, в общем-то, хорошую понемножку. Ну что, дамы и господа, уже вечер, уже вечер, уже наступил новый день. Как написано, и был вечер, да? И было утро, день там такой-то. Вот так. Вот, и сейчас открываю. Вот. Да. Наступило уже 15-е Адара. Второй день праздника Пурим. Значит, рассказывается в книге Эсфири, что на... Вот в этот день, второй день, когда уже люди успокоились, с врагами уже поквитались, знаете ли, люди стали дарить подарки друг другу, ходить в гости, пиршество устраивать, радоваться, веселиться. Вот, и сегодня я благодарю Бога за Его победу в наших судьбах. Пусть наши сердца преисполнятся Божьей радостью святой. Вот, во имя Иисуса Христа. Ну, и кто в воскресенье будет в Киеве, добро пожаловать к нам на служение с утра. А если вы после обеда свободны, потому что, если кто-то будет, допустим, в собрании своем, то после обеда приглашаю всех на Пуримшпиль. Кстати, адрес я забыл, записал себе адрес. На улице Прорезная. Она небольшая, там найдете. Значит, в 16.00 начало. В 15.30 на Прорезную приходите, и там по всей улице будут стоять люди в Кипах. Это наши люди. Можете смело подходить. Это с Киевской еврейской мессианской общины. Вот, и они будут зазывать всех, значит, прохожих, всех захожих на Пуримшпиль. Это, насколько я понимаю, будет последний как раз Пуримшпиль, значит, этого года. Вот, поэтому не пропустите. Кто не был еще, обязательно приходите. В 16.00 на Пуримшпиль. Концерт Пуримный. Вот. Но, благоставляю всех вас, дорогие друзья, дамы и господа, благоставляю благословением священническим во имя Господа Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Аминь. И вот по скриптум, те, кто до конца дослушал, вот довольно продолжительно получилось. Я планировал меньше часа, но получилось больше чуть часа, но ничего. Вот кто, значит, до конца досмотрел, то, значит, вам еще предлагаю и не только молитвенно, но и финансово участвовать в моем служении Господу. Вот, значит, номер телефона Киевстар, который можно пополнять, а я через новую почту имею возможность получать эти наличные деньги и использовать их в поездках в этих, как раз, в Украине. Номер 096, 96 еще раз, 2, 6, 6, 75. 0, 96, 96, 2, 6, 6, 75. Вот так вот, да, время быстро проскочило, да, на самом деле, влюбленные часов не наблюдают. Вот, мы любим Господа. Вот он идет, вот он идет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других. Вид, вид, вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, вот он идет, Бог мой грядет. Грядет, гляди, Господи Иисусе, благоставляю всех вас. Шалом. Ну и наше старое такое доброе еврейское приветствие на Пурим. Ну, Хак Самеях это вообще общее. А так, Хак Пурим Самеях. Хак Пурим Самеях. Хак Пурим, Хак Пурим.